Делать добро людям, поднимать им настроение, чтобы все были счастливы. И также дарить им свой позитив и поднимать их путь в жизни. Делать креативную молодежь в нашем регионе. Мы проводим акцию «Чистый берег», помогаем отцу Василию в нашем Туринском Сунгурском храме. Каждой птичке по кормушке мы делаем зимой. 1 апреля празднуется День смеха и День рождения Чебурашки. Мы своими руками сделали чебурашки и подарили детям. Многие люди нуждаются в помощи и многие нуждаются именно в волонтерах. Потому что не каждый человек может, не каждый прохожий человек может положить копеечку бабушке в стаканчик или подкормить кошечку или собачку. Вот мы для этого и созданы. Дети и взрослые, школьники и студенты. Волонтеры Победы, волонтеры-медики, участники Лизы Алерт, казаки и представители православной молодежи. Всего более 20 волонтерских организаций представили свой опыт на ставшем традиционном форуме «Наше будущее». У нас волонтерский центр работает по очень многим направлениям. Это, во-первых, добровольчество само по себе, когда мы помогаем. Это экологические проекты. У нас вот сейчас, у нашей площадки, мы представляем доброе сердце проект. Это помощь малообеспеченным семьям, помощь детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию и животным в приютах. Волонтеры подвели итоги уходящего года и поделились планами на грядущий. В 2020-м на территории Ульяновской области пройдет несколько масштабных грантовых конкурсов, один из которых будет направлен на создание ресурсных волонтерских центров в муниципальных образованиях области. Всего на грантовый вот этот конкурс заложен миллион, и мы еще пока будем думать, как его раздробить. На пять ли этих муниципалитетов в следующем году, а может быть всего на три, но тогда поддержка будет более значительна. Также в порядке миллиона у нас планируется распределить между личными инициативами. То есть если есть просто волонтер, у которого есть свой собственный проект, и он готов его реализовывать, но ему нужна поддержка, он также может заявиться на этот конкурс, пройти необходимое обучение. И после этого, если жюри выберет его победителя, он также получит денежное вознаграждение на реализацию своего проекта. Одним из главных событий форума стало награждение его участников за добровольчество благодарственными письмами. Здесь же были вручены премии губернатора за добровольческую, правозащитную и благотворительную деятельность. При этом сами волонтеры даже на праздники не изменили себе и поделились частичкой тепла с нуждающимися. Казалось бы, обычная елка. Таких в преддверии праздников появляются сотни или даже тысячи. Но елка на форуме волонтеров «Наше будущее», конечно же, особенная. Любой участник мог взять вот такую открытку и, написав поздравление или пожелание, поделиться частичкой тепла с теми, кто будет встречать Новый год в больницах или в геронтологических центрах. Делать добро людям или жить по принципу старухи Шипокляк, утверждавший, что хорошими делами прославиться нельзя – личное дело каждого. Для волонтеров же ответ очевиден. Нам нравится делать добро. Дарить не только детям улыбки, но и многим взрослым, потому что именно в такие моменты, как поиграть с ними в игры, они могут почувствовать себя с новой детьми, действительно повеселиться, забыть о своих проблемах – это действительно очень здорово. И когда люди говорят спасибо, когда ты видишь на их лицах улыбку – это самая лучшая отдача.